Километры тканей и ниток в руках этих мастеристов, как по волшебству, превращаются в готовые изделия. У каждой своя ответственная операция. Одна стачивает спинку и полочку, другая притачивает рукава, третья пришивает воротник. Швейная фабрика в Красном Востоке – локомотив лёгкой промышленности Малокарачаевского района. А сегодня здесь экскурсия для старшеклассников, инициированная Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаева Черкесской Республики. Самира Байкулова впечатлена тем, что в её родном ауле производят такую важную для наших военнослужащих продукцию. Девушка внимательно следит за каждым этапом производства и всерьёз задумывается в будущем попробовать свои силы в швейном мастерстве. Тем более, что небольшой опыт уже имеется. «Я здесь впервые после того, как открылся вот эта фабрика. Думаю, это очень хорошая возможность для многих. Многие учатся здесь, и для кого-то это, наверное, очень хороший опыт для будущего. И, возможно, я бы тоже как-нибудь попробовала сюда прийти и попробовать поработать здесь». Сейчас швейная фабрика выполняет заказы компании «Воен Текстильпром», которая включена в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса и благодаря этим контрактам обеспечивает работой более сотни жителей Красного Востока и близлежащих населённых пунктов. «Если у нас район больше всего заточен на трикотажные изделия, на какие-то вязаные изделия, текстильное направление для нас, оно как бы новое. Здесь нужны определённые навыки работы с той или иной тканью. Но мы достаточно успешно преодолеваем эти временные трудности. И на сегодняшний день мы имеем достаточно квалифицированную команду, надёжную команду, которая в состоянии справиться практически с любым гособоронзаказом». Останавливаться на достигнутом здесь не намерены и уже разрабатывают планы расширения производства. И, конечно, фабрика открыта для молодых студентов, которые хотят связать свою жизнь с перспективным и крайне актуальным направлением. Достойная зарплата, хорошие условия труда, возможность работать недалеко от дома – вот факторы, которые могут заинтересовать будущего сотрудника. «Планируем вот эту дуальную систему обучения протестировать на площадках своей фабрики. Возможности у нас для этого имеются в следующем году, учитывая, что и вы нам помогаете в распространении информации и Министерства промышленности, энергетике транспорта. Достаточно плотное внимание нам уделяет Министерство образования, заинтересовано, чтобы молодое поколение получало именно ту специальность, которая на сегодняшний день нужна на рынке труда». В рамках экскурсии ребята смогли задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы. Школьникам подробно рассказали об используемых технологиях, условиях труда и перспективах развития предприятия.